Стоило отойти и на тебе звук, понимаете? У меня тут вот какая мысль возникла. Если короли бакинских улиц это коты, то король азербайджанских напитков это кто? Определенно гранатовый сок. Внимание, беру гранат. Внимательно следите, друзья, за моими движениями. Отрезаем вот эту вот часть, правильно? Правильно, правильно. Аккуратно, аккуратно, вот так. О, сок уже потек. Ставим вот так или переворачиваем? Вот так. Вот так. А, переворачиваем. Так, зажимаем. И сейчас, внимание, и крутим. Все, сейчас. Вдруг этот звук пригодится нам для саундтрека Азербайджана. Я думал будет просто плеск, но здесь и скрип соковыжималки, и треск ломающейся кожуры. В общем, звук выжимки граната это уже почти самостоятельное произведение. Оцените. Мелодия? Это же мелодия. Это выкидывают или чай заваривают? Нет. У нас бы варенье сварили, потом компот может быть натуральный. Значит, вот неразбавленной водой гранатовый сок родом из Азербайджана. Вот это концентрат. Витамины. Я такую соковыжималку домой к себе хочу. Сколько стоит? 100 монат. Вот такая. 4 тысячи рублей. Невероятно. Вкусно. Немножко вяжет. Вот так приятно. Попробуй. Спасибо большое. Если в Азербайджане начать давить гранатовый сок, то сразу не остановишься. Потому что есть еще один способ, о котором я лично даже не подозревал. До сих пор не уверен, что это реально. Вот я сейчас скажу, что случайно в гранатовом лесу встретил азербайджанца по имени Эмин. Это будет неправда, конечно. Мы списались с ним в интернете. Знакомьтесь. Настоящий азербайджан знает, что есть настоящий азербайджанский звук. Давай, удивляй. Гранат нужно выжимать в самом гранате. Я должен показать вам. Давай, показывай, потому что это звучит удивительно. Срываем, что ли? Сейчас, секунду, я посмотрю. Надо нормально найти, потому что они все потрескавшиеся. Мы-то как едим гранат? Мы же его разламываем. Мы пытаемся извлечь зернышки. Нет, не так это все делается. Это твое, это мое. Спасибо. Сейчас я тебя научу, смотри. Давай. Ты должен осторожно выдавливать, вдавливать как бы все вот это. И внутри он должен спрессовываться. Только осторожно, вот смотри, вот медленно-медленно. То есть он должен превратиться в такую мягкую подушечку? Подушечку, да. И внутри должен образоваться сок. У меня, в принципе, уже образовался. Нужно чуть-чуть дистанцию соблюдать, чтобы обувь не спачкать, себя не спачкать. Берешь, берешь гранат, через эту дырочку начинаешь весь этот сок просто высасывать. Так, нужно просто собраться, поставить на паузу свое уявление и записать этот звук. Вряд ли я увижу и услышу подобное исполнение на гранате где-то еще. Ты сейчас не издеваешься надо мной, это правда, вы так делаете? Ну да, мне даже бабушка этому научила. Понял. Так, еще раз. Раздвигаем ноги, как? На ширине плеч. Сейчас, подожди. Нравится? Очень нравится. Я, пожалуй, здесь зависну. Внимательно посмотрите, как выглядит высосанный плод гранатовый. Вот, все. Как вот мы без этого жили, скажем бы? Как мы ели вообще гранат? Вот.